Я вам скажу, и в Европе тоже церковь преследовалась, в нее забирали земли и недвижимость, а потом возвращали по реституции. Но меня, конечно, вы радуете своей трактовкой истории. Вы почему-то осуждаете Советский Союз за то, что он присоединил к Украине пять областей. Не нравится? Агресса? Отдайте. Отдайте Европе тогда, как вы считаете их земли. Второе. И вы почему-то забываете Мюнхенские соглашения. Понрево. Помните такие? Понрево. Я вам обращаюсь. Там в 1938 году, я хочу напомнить, Германия, Франция, Англия и Италия поделила Чехословакию. Забрав у нее судебскую область. Эти страны вы почему-то агрессором не называете. А Советский Союз, который к нам присоединил территорию, а потом подал еще и Крым. Вы же мне задали вопрос и даже дали возможность ответить. Так я вам отвечаю. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Это исторический факт. А Судетская область? Это так, случайно. Еще раз хочу сказать. Исторический факт случился 1 сентября 1939 года. Если вас интересует политика довоенная, я еще ни с каких суждений об этом не сказал. Но я говорю следующее. Исторически Вторая мировая война шла с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. И если мы рассматриваем войну, вы же сказали, нацисты, сотрудничество, коллаборанты и так далее, то давайте будем рассматривать в годы войны. Вот в годы войны история была гораздо сложнее, чем та схема, которую вы предложили. Вот вы не хотите рассматривать тот период, когда Советский Союз тоже был участником этой войны. Я не хочу уходить в историю этой долгой дискуссии. Абсолютно нецелесообразная сейчас. У Великобритании и Франции тоже были договора с фашистской Германией. Вы это знаете. И у Соединенных Штатов тоже. Они вели переговоры, они поставляли, они давали деньги. Давайте не углубляться. Так извините меня, они Советскому Союзу деньги давали. Если вообще уходить, то Вторая мировая это продолжение 1 сентября. Мне кажется, ваш спор может закончить только лишь один человек сейчас. Вы всегда постоянно почему-то как-то крайне идеологически подходите. Как вы правильно начали, я же прямо заслушался, про сложные процессы, которые нельзя вырвать из контекста. Но вырываете только почему-то какие-то кусочки, которые попадают в ту идеологию Петра Алексеевича. Еще раз говорю, Украина такая, потому что был Советский Союз. Мир не пересмотрел границы после Второй мировой счастья. Но это причина нашего раскола. Именно вот эта присоединенная территория сейчас под копирку пытается научить жить всю остальную страну. И переворачивает ее с ног на голову. Не хочу называть территорию, не вызывать никакой ненависти. И розни территориальной сеет. Но, друзья мои, у вас свои законы, свои взгляды. Живите по ним. Давайте вы как государев человек понимаете, что назрело время. И выборы тому яркий показатель, когда все региональные проекты победили национальные. ОПЗЖ, ЕС, которые рвут эту страну на две идеологии. Победили местные. Потому что это надоело всем. Все хотят жить в рамках своих ценностей и территорий. В рамках унитарной страны. Просто регионам надо дать больше прав. А вам, господин Жалариса, вы, конечно, телепаты знаете, русскоязычные, запереписи или нет. Я надеюсь, вы не только пишете, еще иногда читаете. Откроете мой закон о языках, который я подал в Раду в 2018 году. База принятия решений там строилась на проведении обязательной переписи населения. И перепись населения нужна не как процесс, а как основа для любого министерства. Планировать социальную политику. Кадровый резерв, экономические показатели, трудовые ресурсы и все остальное. Да, это основа. Только вы даже не понимаете, для чего. Я вас потребую тут, я кажу. Евгеньевич, вы меня уже обвинили в том, что вы все тут против. Почекайте секундочку. У нас спор на спор. Борисов, ответите. Зараз намалювался яскравый консенсус. Пан Мураев с самого начала сказал, что у нас тут консенсус неможливый. И я наголошила вашу увагу на это. Так сейчас у нас консенсус. Посмотрите, прекрасный. Вы за переписи, я за переписи. Мы разберемся. Я за мандарины, вы за апельсины. А Рева ответит, а потом мы продолжим. Вы просто независимые вещи на одни весы. За переписи, я за переписи. Лариса. Две буквы, правда, у вас есть в этом условии. У меня две буквы «э». Но это то же самое слово. Госпожа Ницоевна, господин Рева ответит, Мураев, и продолжим.